Добрый день! Всем привет из жаркой, жаркой солнечной Канады! У нас случилось чудо, у нас наконец-то открылись торговые центры. Это значит, что открылись все масс-маркеты, Юникло, Массима Дути, Кос, Зара, H&M. Мы наконец-то можем их посещать. Я надеюсь, что там еще открыты примерочные, и мы сможем посмотреть и что-то примерить. Очень мне интересно, как это все выглядит после того, как... После локдауна, после того, как магазины были закрыты, что там есть, какие товары. Ну и начнем мы сегодня с Юникло, наш любимый магазин. Пойдемте, я беру вас с собой. Встали в очередь, чтобы зайти, ну конечно же, чтобы вот так вот просто нужно было зайти. Ну ладно, подождем. Мы столько ждали, чтобы они открылись, что подождем сейчас, чтобы зайти. Ну что, у самого входа нас встречают прекрасные чайные платья. По-моему, так они называются. Чайные платья. Это такие романтические платьица в цветочек. И стоят они 40 долларов. Представлены они в трех цветах. Синий, ментоловый и персиковый такой. По-моему, симпатично. Но ничего особенного. Посмотрим, что дальше будет, как они будут продаваться. Девочки, я вам хочу сказать, что... Немножко разочаровала меня Юникло тем, что... Просто вот какой-то засилье шорт, пижам. Вот вы видите на ваших экранах вот такие милые пижамки и тапочки. Очень симпатичные. За 40 долларов тоже это пижама. Бархатные такие, тоненькие. Но они, по-моему, не очень теплые. Нет, не бархатные, махровые. Простите, я ошиблась. Разных цветов. Очень таких пастельных. Очень симпатичных. И вот это тоже пижамные брюки, которые... Не пастельных цветов, а очень-очень яркие. Меня очень заинтересовало, что же это такое. И вот здесь на стенде написано, что это их новый австралийский дизайнер по тканям, который делает для них дизайн тканей их одежды. И это их новая коллекция. Это очень интересно. Ну, посмотрите, действительно, какие цвета. Это же просто... Просто праздник какой-то. Очень все летнее, очень все яркое, замечательно, прекрасное. Все, как мы любим. Единственное, что... Что это, в общем-то, пижамные брюки. Но, я не знаю, в наше время пижамы носят на улице. Так что, возможно, из домашней одежды они могут перейти в раздел уличной одежды. Ну, и очень много пижам. Вот еще раз повторюсь, что меня немножко разочаровало. То, что количество пижам и всякой домашней одежды просто намного больше, чем количество одежды для улицы. Вот, посмотрите, снова пижамные брюки. Шорты. Нет, в данном случае брюки. Разнообразнейших расцветок. Вот здесь вот пошли пижамные шорты. Вы помните, я примеряла шорты в моем последнем шоппинг-влоге. Может быть, мне стоит обратить внимание на шорты в Яникло. Потому что там я таки примеряла с пчелками. И разделились мнения. Можно на них ходить на улицу. А здесь вот со всякими животными. Разных цветов, расцветок, с цветочками. А вот это вот действительно интересно. Это тот же самый австралийский дизайнер по тканям. Но сейчас это уже платье, что, в общем-то, радует. И посмотрите, какая красота. Какие прекрасные, необыкновенные красоты. Летние расцветки, яркие, просто замечательные. Очень красиво. Много распродажей. Очень много вещей на распродаже. Вот это какие-то невнятные брюки. Если честно, я их не очень понимаю. Потому что это какие-то типа ритузы. Но они изображают из себя брюки в клеточку. Я не очень люблю такие вещи. Вернее, ну, на мне они не очень хорошо сидят. Поэтому, естественно, я их не очень люблю. И, по-моему, они немножко как-то вышли из моды. А вот очень неплохие брюки. Бархатные вот эти вот справа. Синие, лиловые. И вот эти вот такие коричнево-сиреневые. И посмотрите на их цену. Потрясающая цена. 10 долларов. При том, что они стоили 50. Это просто шикарная распродажа. Невероятная распродажа. Очень хорошие цены. И это коллаборация Uniqlo U. Но я должна сказать, что их осталось просто считанные. В магазине их очень-очень мало. И вот эти вот пиджаки. Вы помните, я примеряла их в моих влогах. И вот этот молочный и коричневый. Они стоили, по-моему, 60 долларов. Потом я уже их мерила за 40. А сейчас они уже 20. Что очень приятно. А вот эта вот полка. Я называю ее последний шанс. Ну, собственно, так она и называется. Last Chance. Это вещи, которые остались по одному, по два в магазине. И если вы их сейчас не купите, то их уже потом не будет. Платье от Инессы. Очень милое, очень симпатичное летнее платье. Оно осталось единственное. И несколько платьев от Marimac. Коллаборация Uniqlo и Marimac. И посмотрите, пожалуйста, за 13 долларов. Какой цвет. Какие прекрасные платья. Это тоже коллаборация Uniqlo U. И посмотрите, какой желтый. Просто невероятные красоты. Желтый цвет. Еще брюки. Были на селе вот эти вот брюки. Пилоты. Ну, знаете, они не всем идут. Это довольно спорные брюки. Но, в общем-то, их в Uniqlo сейчас много. И они все на распродаже. По 13 долларов, по-моему. Разных цветов. Есть горчичные. Есть такие вот защитного цвета. В общем-то, есть их много. Разные размеры представлены. Можно было померить, купить. Ну, в общем, посмотрим в следующий раз. Пиджак. Вот этот мне тоже приглянулся. Потому что он, в отличие от того коричневого пиджака, он немножко дороже. Они тоже на селе сейчас за 30 долларов. Но в нем есть лен. Он не полностью льняной. Но, в отличие от тех пиджаков, те синтетические, с подкладкой, этот без подкладки. Но у него есть какое-то количество льна в составе. Что, в общем-то, хорошо. Вот много очень курток. Вот этих вот их знаменитых Uniqlo-вских курток. Благодаря которым, собственно, они, наверное, стали известны в свое время. Пуховые куртки. Я не пойму, это еще остатки от зимы? Или это уже новый завоз? Но, судя по всему, что на этикетке написано сейл. То есть распродажа. Я думаю, что это еще остатки от зимних коллекций. Очень много спортивной одежды наряду с пижамами и домашней одежды. Очень много спортивной одежды. Вот прям такие спортивные маечки, спортивные такие вот шортики. Разнообразные всякие. Я хочу вам сказать, что тот, кто занимается спортом, это, в общем-то, очень неплохой вариант. Я бы присмотрелась к этим шортикам, потому что вот они сделаны в этой их линейке. Эйризм. Я вам хочу сказать, что это действительно очень вещи хорошие, дышащие такие, знаете, в них легко. И заниматься спортом, наверное, достаточно приятно. И вот это вот я не очень поняла, что это за одежда. Это топ или это курточка такая легкая ветровка, такая полупрозрачная. Присматривалась, рассматривала. Она тоже на сейле, по-моему, за 20 долларов. И все-таки я думаю, что это куртка. Судя по фотографии, девушка стоит, и на ней она надета, как верхняя одежда. Так что я думаю, что это такие курточки. Вот хотела обратить ваше внимание. Вы знали, что в Юникло, во всяком случае, у нас совершенно бесплатно можно подкоротить брюки, если вы у них покупаете брюки, и вам это сделают в течение часа. Очень приятно. Девочки, примерки будут в следующем видео. Это вам такая короткая затравка из следующего видео. Не хотела все ввалить в одно, потому что будет очень длинно. И обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои примерки. А на сегодня все. Люблю, целую, ваша Дита из жаркой солнечной Канады. Всем привет и пока. Всего доброго.